Музыка Подходит к концу третий день 23-го Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Чем он запомнился гостям и участникам, расскажем в очередном дневнике. Меня зовут Александра Осипова. Начнем. Члены жюри телефестиваля осмотрели около 400 работ участников. Уже завтра будут названы лучшие операторы, режиссеры и сценаристы. Эксперты отмечают, что у конкурсантов значительно выросло качество материалов. Теперь чаще всего снимают в разрешении Full HD и 4К. Есть журналисты, которые сделали свои работы даже на обычный телефон. Одним из популярных направлений 23-го телефестиваля стала «Экология души». В нем участники рассказывают о взаимоотношениях в семье между детьми и взрослыми. Есть фильмы, ты включаешь их, начинаешь смотреть и понимаешь, что ты не можешь оторваться. Конечно, мы такие фильмы смотрим до конца. Это безусловно. И те победители, которые у нас будут, это как раз такие фильмы, которые мы не то что отсмотрели до конца, мы посмотрели их несколько раз. Потому что нам, как профессионалам, интересно, как они их сделали. Смотрите интервью с режиссером, сценаристом, журналистом и членом жюри Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» Сергеем Котьер сегодня на телеканале «Россия-24» в 21.45. Самые острые темы и ограниченный хронометраж. Мастерство журналистов, которые работают с новостями, по мнению жюри, год от года только растет. Репортажи, пожалуй, самый востребованный телевизионный продукт у зрителя. О чем трубят журналисты в конкурсных работах, которые представлены на фестивале «Спасти и сохранить», расскажет наш корреспондент. Спасите природу Арктики, трубит на весь Ямал Евгения Любимская. По словам корреспондента ГТРК, повод создали военные еще в 90-е. У метеостанции они оставили горы мусора, а о будущем не думали, как об уникальной флоре и фауне. Всего в нескольких километрах от свалки водятся нерпа, морские зайцы, моржи и белые медведи. Сюда заходит белуха. Планируют все-таки очистить этот берег от этих бочек, но очень сложно это будет сделать, потому что отдаленность большая от городов. Каким образом это будут делать, пока неизвестно, но шаги уже какие-то первые есть. На один килограмм куриного мяса приходится в три раза больше органических отходов. Новосибирские ученые нашли им применение. Разработали технологию так называемого двойного назначения. Куриный помет можно использовать как удобрение для почвы, для отопления жилых домов и промышленных помещений. Это не просто некая технология, разработанная на бумаге. То есть, соответственно, есть уже действующий образец, который уже зарекомендовал себя с хорошей стороны, эффективно показал свою работу. Жюри отмечает жанровое разнообразие работ, поступивших на фестиваль. Но среди них королем остается репортаж с его острой и быстрой подачей. Рейтинг новостей, он всегда гораздо выше, чем любой художественной программы, даже фильма. А так как у нас фильмы по экологии вообще редко идут на телевидении, у них нет своей линейки этих экологических фильмов, то через сюжеты только и зрители получают информацию о том, что творится, и это самое действенное оружие. Члены жюри оценили десятки новостных материалов и уже определили фаворитов. Их имена назовут на торжественной церемонии закрытия 6 июня. Фильмы лауреата в телефестивале «Спасти и сохранить» вышли на экраны кинотеатров в рамках акции «Зеленое кино». Это совместный проект Егорского кинопроката и ГТРК «Югория». Первыми в этом году на просмотре побывали воспитанники летнего лагеря Ханты-Мансийской детско-юношеской спортивной школы. Им показали видеоролики, авторам которых еще не исполнилось 14 лет, но они уже получили признание на телефоруме по итогам прошлого года. Например, журналистское расследование школьного телевидения из Серпухова про раздельный сбор пластика. Работы Макара Красева и Александра Дедыка из Нягани. Такие просмотры будут продолжаться все лето. Зрителями станут жители более 80 городов и поселков Югры. Я заинтересовалась этим вопросом, потому что зверей убивают. Это же неправильно. Поэтому я решил спросить у некоторых, вывести собственное мнение. Уже завтра заключительный день. Кто станет победителем 23-го международного экологического телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить»? Интрига будет сохраняться до самого вечера. Чтобы скрасить ожидания для гостей, окружной столице подготовлена насыщенная программа. С самого утра Югорский рыборазводный завод в рамках проекта «Сохранение сибирского осетра». Участники экофорума выпустят мальков рыбы. После с 14.00 на площадке Музея геологии нефти и газа пройдет показ конкурсных фильмов и программ. А уже в 17.30 в концертно-театральном центре Югроклассик состоится выставка фоторабот участников телефорума, которая называется «Мгновение фестиваля». Яркие мгновения всех дней экофорума. И только потом в 18.00 на торжественной церемонии закрытия узнаем, куда в этот раз отправится главный приз фестиваля «Золотая гагара». На этом третий день Международного телефестиваля «Спасти и сохранить» подошел к концу. Увидимся завтра на канале «Россия-1». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова